Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про утечки следующего четвертого сезона. Ну а если бы точнее, как вы уже поняли по названию обложки, мы с вами рассмотрим награды следующего седьмого и восьмого Роял Пасса, которые нас ожидают уже в 2022 году. Мы с вами для начала рассмотрим оружие, на которое нас ожидают скины в этих РП, да. Также мы с вами рассмотрим костюмы 50 уровня, ребят, как они будут выглядеть. Ну и само собой уже сможем сделать выводы, какая же нас ожидает все-таки тематика в следующем седьмом и восьмом Роял Пассе. Ну и помимо этого, ребят, мы с вами еще поговорим про премиум кейсы следующего четвертого сезона. В общем, много интересной и полезной информации, поэтому обязательно смотрим до конца. И самое важное, не забываем, ребят, что со вчерашнего дня у нас на канале проходит розыгрыш прокачки аккаунта подписчика на 8400 UCSH. Для участия вам нужно перейти по первой ссылочке в описании, там так и написано, да, прокачка аккаунта, выполнить все условия. Обязательно посмотрите видео, ребят, вам нужно выполнить все условия. Я их не буду сейчас перечислять, чтобы не затягивать видос. Выполните все условия и участвуйте. Так что всем желаю удачи, ребят. Ну а мы начинаем. И первое, что мы с вами рассмотрим, это, конечно же, утечки седьмого и восьмого Роял Пасса. Погнали. Как вы помните, пару дней назад уже выходил видос на тематику седьмого и восьмого РП. Я вам показывал те самые жетончики, да, вот эти эмблемы седьмого и восьмого РП. И также показывал картинки, где говорилось, что это возможные именно костюмы 50 уровня следующего седьмого и восьмого РП. Но оказалось, ребятки, что это премиум кейсы. Далее я вам еще раз их покажу и напомню, что же там было. Но прямо сейчас на своих экранах вы видите костюм 50 уровня седьмого РП. И как вы видите, данный персонаж находится у нас на лошади. Верхом на лошади. Да, ребят. Я не знаю, завезут ли нам лошадей или нет. Если вы помните, пару лет назад были видосики, где показывали лошадей, как они могли бы выглядеть у нас в мобайле. Там есть специальная какая-то программа. Если я найду видос, я вставлю. Но это было очень давно. Но, в принципе, сейчас вот, пожалуйста, у нас вот такая вот аватарочка. Вот такая вот, я так предполагаю, это обложка, да, седьмого РП. Я, конечно же, сомневаюсь очень сильно, что завезут нам лошадь. Но выглядит очень эпично. И сам костюм, в принципе, максимально крутой. Посмотрите на него, да. Он, в принципе, как говорится, на военную тематику, да. Историческую военную тематику. Но не важно, это военная тематика. У нас такой вот генерал, я не знаю, кто это. В принципе, очень похоже на то, что сейчас добавили на наш регион. Там халява, да, которая была, в принципе, изначально на Турции. Непонятно, когда нас она дошла. Поэтому я, если честно, вот жду седьмой РП. Потому что это выглядит, ну, максимально эпично. Не знаю, как вы. Напишите свое мнение в комментах. Но мы прямо сейчас с вами увидим, как будет выглядеть у нас восьмой Роял Пасс. То есть, что же нас там ждет, как будет выглядеть именно костюм 50-го уровня. Вот, ребятки, та самая обложка, да, которую нашли именно в утечках. Если честно, это очень похоже на то, что мы с вами видели именно на аватарках, связанные с премиум кейсом. Сейчас я дальше вам их покажу. Прям очень сильно похоже. Но все же сзади мы с вами видим вот эту тематику граффити, да, и понимаем, что все-таки будет именно какая-то юбилейная тематика. Не забывайте, что у нас даже лобби будет именно в тематику граффити. В принципе, я вам далее покажу, как выглядит лобби, если вы еще пропустили эту информацию. Ну, вы знаете, что нам каждый юбилей завозили именно клоунов, да. Вот в прошлом юбилее у нас были клоуны и также граффити, да, пранки с граффити. Ну и, в принципе, здесь похожая тематика. Поэтому, само собой, это звучит, ну, максимально правдиво. И, как ни крути, вся эта информация взята именно с бетки. Вот, кстати, то самое лобби, которое нас ожидает в следующем четвертом сезоне. Ну и, как я говорил, прямо сейчас я вам покажу обложки именно премиум кейсов следующего четвертого сезона. И именно здесь, ребятки, я вижу вот похожую тематику с тем, что мы с вами видели в тематике именно восьмого РП. Но, согласитесь, есть именно какая-то ассоциация, есть что-то похожее. Да, отдаленно, но все же. Поэтому, возможно, нас ожидает какой-то смешанный РП, в принципе, как это всегда и выходит. Так что делайте свои выводы, ребят. Но вот эта картинка, это картинка именно премиум кейса. То есть она связана именно с премиум кейсов седьмого сезона. А это у нас премиум кейс восьмого сезона. Здесь, в принципе, юбилейная тематика видна невооруженным глазом. Ну, серьезно, здесь все и так именно понятно, что это именно будет премиум кейс, именно когда выйдет у нас восьмой РЛ пасс. И, кстати, именно этот премиум кейс, возможно, у нас не выйдет, если разработчики дальше именно продолжат добавлять только один премиум к нам. И два там, к примеру, на Сингапуре и так далее. Поэтому первый у нас будет, а второй, возможно, нет. И, в принципе, я, если честно, даже не против, если будет именно такая тематика. Прямо сейчас вы видите, ребят, эмоции. Эмоции, которые нам завезут в следующем четвертом сезоне. Очень много эмоций оказалось, что будут у нас с китайской версией. Да, вот такая вот информация. Я, в принципе, снова же это уже выкладывал и в Телеграм, и в Инстаграм, и в ТикТок. Я выкладывал там где-то танцев четыре, а их оказалось вообще намного больше, ребят. В принципе, выглядят они интересно. Посмотрим, как будет у нас отработка именно, да, вот детализация данных именно эмоций. Потому что, ну, в принципе, недавно у нас же была эмоция, если вы помните, с Blackpink, да, если не ошибаюсь, которую нам завезли с китайской версии. Почему нет? Если нам завезут такую же эмоцию, вот, к примеру, вот такую эмоцию, да, было бы очень даже неплохо. Возможно, даже к 14 февраля завезут. Почему нет? Не знаю, пишите свое мнение. Что вы думаете насчет того, что нам завозят именно такое большое количество эмоций именно с китайской версии, а не заводят, к примеру, режимы, которые там доступны. Но я, если честно, не против. Именно нормальные эмоции, это даже очень годно. Почему нет? Пускай именно завозят. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но вот такие вот эмоции лучше не завозить. Окей, возможно, кому-то это нравится. Почему нет, ребят? Тоже выглядит угарно. Помимо этих китайских эмоций, конечно же, у нас будет много новых эмоций. Будут именно у нас эмоции, связанные именно с новой же с РП, связанные с премиум-кейсами. Ребят, здесь нету нигде уточнений, где будут данные эмоции, потому что я уже в ТикТоке встретил миллиард видосиков, и мне их уже скидывали в Директ Инстаграм о том, что смотри Dream бесплатные эмоции следующего сезона. Нет, ребят, здесь не указано, какие из них будут бесплатные, какие платные. Поэтому лучше не верьте фейкам, а ждите подтвержденную информацию с самого бета-теста. И да, я обещал именно сказать вам про оружие, да, именно которое нас ожидает в седьмом и восьмом Роял Пассе. Прямо сейчас, в принципе, вы увидите прокачиваемые скины, которые нас ожидают в следующем сезоне, если вдруг кто-то пропустил. Ну, а я вам расскажу о том, что в седьмом Роял Пассе, ребят, нам обещают в платной линейке скинец снова же на бурстовую М-ку, да, ребят, на М-16А4, но есть другая, более приятная новость о том, что в восьмом РП нас ожидает скинец, именно в платной линейке, имею в виду, скинец на Скорельку. Да, я знаю, что многие ждут 416, ждут другие оружия, но имеем, что имеем. Это, в принципе, решение разработчиков, и с этим мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Ну и на этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать на сегодняшний день. Жду, конечно же, ребят, ваше мнение в комментариях, как вам седьмой, как вам восьмой Роял Пасс, ждете ли вы. Если честно, мне зашел седьмой РП, и я хотел бы узнать, какие же все-таки нас уже ждут награды, да, какие у нас там будут именно скинчики. Поэтому, ребят, если вы не хотите пропустить эту информацию, хотите быть в курсе, вы знаете, что вы должны обязательно, конечно же, подписаться, нажать на колокольчик, потому что именно только таким образом вам YouTube отправит оповещение о том, что вышел новый видосик. Ну и, само собой, не забываем прожимать свой царский лайк, если видос понравился. Если он не понравился, ставьте дизлайк. Я рад любой вашей активности. На этом, в принципе, я с вами прощаюсь. Всем желаю еще раз удачи в розыгрыше прокачки аккаунта. Не забывайте участвовать, ребятки. Ссылочка, повторюсь, на видосик есть в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok